если честно ребята я вот я не мог поверить что это может играть вот это вот на ладонная фитюлинка которая заявлена как high-end транспорт цифровой ага щас а это между прочим ребята еще и project да тот самый project карл хайнса лихтенеггера который вот уже 20 лет правит сектором бюджетных проигрывателей винила да мало кто на самом деле из тех кто этими проигрывателями пользуется знает что у них еще целая линейка электроники есть причем она всегда была я понимаю в 90-х уже точно были полноразмерные компоненты а вот это вот типичные представители того что они делают сейчас насколько я понимаю все это выросло из идеи а давайте запилим линейку электронных компонентов вот в корпусах которых мы делаем фонокорректоры да ну вот это типичный project project of ski младший фонокорректор собственно говоря технологии 21 века позволяют туда много чего вместить ну а когда они начали делать эти маленькие компоненты собственно говоря у меня ты их два этих проекта таких у меня верх есть младший корректор фона бокс а во вторых у меня есть учитель для наушников project десятилетней давности вот смотрите даже коробочка до head box 2 а вот и сам он смотрите себя вот он смотрите ну такой тяжеленький аналоговый вот но и кстати говорят еще была такая простая штуковина вход-выход до ручка громкости все смотрите но один в один тот же размер если сейчас погуглите там как минимум три типа размера есть вот для то самые маленькие есть значит типа какие-то более широкие более глубокие по пузате короче говоря куча всего этого в каждой линейке бесконечно бесконечное количество аппаратов типа там насчет и усилитель для наушников и цапы и стримеры и сиди плееры и предусилители и полный усилитель и коконечников там есть штук десять разнообразных короче говоря это прям полный набор всего в таком вот мини размере и в принципе фишка этой проектовской электроники всегда было в том что это такое нечто маленькое и недорогое то есть как раз идеальный вариант для ну как первого шага в хай фай когда условно говоря но в нашем мире сейчас нормальный человек начинается с компа соответственно это шаг настольный то есть вам говорите компьютер ты купил цапчик учителя наушников ты уже на ушки слушаешь потом к нему предик потом мощничек и уже колоночками взял обзавелся ну то есть в таком жанре однако же друг наш карл хайнс лихтенеггер владелец проекта человек непростой беспокойный и поэтому он решил сделать не только маленькое простое ну и маленькое космическое потому что вот это вот штуковина это значит как я уже сказал вещь которая претендует на звание хай-эндного цифрового транспорта и стоит она ребята внимание вот это наладонная фитюлька 60 тысяч рублей при этом здесь вообще ничего нет даже цифрового преобразователя то есть это просто компьютер который воспроизводит файлы и выдает их в цифровом виде не не более того и за это 60 вот сфигали собственно основной функционал здесь это работа софтового плеера до который соответственно принимает разнообразные сигналы их как бы аудиофизмским образом выдает потом на вашу аудиосистему и в основе лежит компьютерный микрокомпьютер raspberry pi на самом деле абсолютно известная кучи народу штуковина на которой вот подобного рода девайсы строят просто ну я не знаю если не тысячи но сотни самодельщиков абсолютно точно и она всем известна но про джектовцы значит эту сайт этот самый разбери пай сильно от пилили оставив от него по сути дела один процессор ну почему потому что конечно разбери пай это микрокомпьютер но он предназначен для других целей не для звука для звука его надо сильно допиливать поэтому они от него взяли только вот самую эту самую процессорную часть остальное все сделали сами причем но там реально вот уже папа аудиофилии подход вплоть до того что раздельные каскады питания для основной работающей части и например юсб модуля чтобы отсечь вот эти все помехи которые идут от компа ну и вот о цене и размере до за эти 60 тысяч сейчас если вы зайдете там на какой-нибудь пульту очень много компаний предлагают вам полноразмерные компоненты вот такого же примерно функционалов которых там есть вайфа чтение файлов вот это все причем у них и цап как правило встроенный все зашибись но вот вы когда-нибудь заглядывали внутрь этих компаний вот у меня значит хай энд стример праймер np30 посмотрите на картинку него внутри две платки одна из них которая размером вот с этот вот project другая чуть побольше но учтите что там еще цап полноразмерный встроен а здесь цапа вообще нет а остальных корпус пустой и у всех у них он пустой а праймер то еще до девальвации стоил между прочим 200 тысяч до а это вот тут по нашим современным дешевым деньгам 60 и кстати говоря даже и праймер почему он не до сих пор жив он реально классно играет при всем при том что там две платки играет корпус конечно понимаете железный а но эта штука при этом она меньше праймера но мне кажется в тридцать раз что-то такое она и умеет в тридцать раз больше реально умеет она не только слуга и практически все но на самом деле больше чем мне кажется 90 процентов девайсов вот за эти деньги потому что здесь смотрите естественно поддержка абсолютно всех форматов начиная там от самых пожатых стриминга заканчивая dsd 520 356 извините заканчивая хай резами то есть все мы типа играем со всех носителей значит естественно по сети мы видим разнообразные сетевые хранилища все хорошо жесткий диск можно подрубить два входа юсб тоже все зашибись значит может работать как рун клиент как тайдл клиент то есть он сам это все играет поддерживает mqa воспроизведение файлов естественно bluetooth естественно вайфай и все это вот в на ладонном девайсе при этом там же еще куча настроек внутри да то есть это не просто вот и там типа воткнул и все там еще меню аудиофизики вот эти все дела дочь например но можно менять там пожалуйста тебе там и апсэмплинг делай значит и разнообразные настройки системы воспроизведения там например размер буфера опять же все играя здесь со встроенной твердотельной памяти как доктор прописал то есть прямо вот так вот и чтобы было понятно в чем смысл всех этих настроек я вам расскажу как было дело со звуком значит я получил эту коробочку распаковал подоткнул к цапу включил но игра не ну не то что плохо играет ну честно ничего особенного то есть стоим 20 тысяч вообще огонь с руками оторвать но за 60 ну как бы может быть должно было быть поинтереснее а кстати но естественно воткнул его в цапу видите вот эту вторую коробочку от project а это собственно говоря из этой же линейки значит собственно цап и цифровой предусилитель в котором тоже куча функционала разнообразного построена между прочим на пред топовом чипе и сс то есть это тоже такая вообще девайсина абсолютно не не ортодоксальная стоит она кстати 28000 и за эти деньги вообще нет вопросов между прочим ну чтобы вы про него поняли очень коротко скажу сенхайзера 820 топовый раскачивает все нормально значит но вернемся к настройкам ультра и так значит врубаю это все слушаю вот вода не то что не нравится ну как бы ну окей да и тогда я лезу в меню а меню длинная значит там есть приложение а причем смешно что он вот это конечно вот это все таки микрокомпьютер ты можешь зайти туда аж с веб-интерфейса может скачать приложение там девайси так далее конечно приложение скачал значит и там куча вот этих настройках сэмплик шмак сэмплинг троливали начниду первое что я делаю регулятор громкости естественно там цифровой ставлю значит в положение нерегулируемой то есть значит что вот эта вся цифровая обработка там уже отсутствует второе видели там есть выход hdmi вот тоже блин придумаешь да hdmi зачем hdmi ему hdmi ему для того чтобы вы подключили это к телеку и меню этого самого девайса выводилась на телек ну то есть там типа он показывал тебе картинку альбома который играет с твоего сервера ошибись блин вообще настолько это важно короче hdmi к счастью эту всю видеофигню тоже можно выключить значит я ее выключаю и самое главное что я делаю я подтыкаю вот этот вот аппарат там слава богу есть ethernet вход соответственно в сеть его втыкаю проводом интернета а вайфай выключаю потому что на самом деле вайфай модуль стоит в середине этой платы на которой он собран а вайфай это самая страшная фигня за фигня для звука потому что он наводит такое количество помех что просто я слышал усилители не будем вспоминать в общем вырубаем вайфай обязательно все выключаем запоминаем настройки и вот туда знаете когда мне ребята которые мне прислали говорили что типа вот лихтенегр говорит что это типа супер компактный high-end ну я реально претендующее на это звание то есть это топовый класс именно очень высокий то есть это на самом деле ну хорошо если не хай-энд прям хай-энд но реально претендующее на это звание то есть это топовый хай-фай то есть там количество деталей которые то там слышишь ну то есть вот со своим цапом играет прямо а я вот ну в мая в май тэг за 240 тысяч и вот вот это прямо знаете не этот самый не неравный брак совсем то есть это реально штуковина абсолютно раскрывается в этой фигне и прямо звук слушайте объемный такой прям весомый мягкий красивый слушайте да как так вообще может быть ну и вот то у него на коробке наклеена этикетка стикер что он получил премию айза который я участвую опять же в прошлом году без меня выдали я когда я увидел думаю чуваки реально есть за что если говорить о недостатках смотрите сейчас в кадр два синих огонька вы их видите да молчу на самом деле но все-таки интерфейс при том что вот мне очень понравился дизайн его и приложение и кстати в веб-интерфейс и приложение то есть все управлялка она везде на всех платформах абсолютно одинаково и мне очень нравится монохромная да то есть это черный белый серый выглядит отлично и в принципе опять же логика устройства очень хорошая но подступливает периодически то есть есть такой то есть она не идеальная но окей она на самом деле тем не менее адекватно работает а вот звук конечно но опять же да можно же пользоваться абсолютно другими интерфейсами можно использовать эту штуку как рун клиент соответственно у тебя исключительно руновская оболочка будет работать да можно его использовать как собственно говоря приемник звука с компа по юсб до соответственно тогда будет софт веб-плеер на компе твоим основным интерфейсом плюс то в конце концов можно значит вайфая по вайфаю выгодно как не по вайфаю папа airplay да ты все-таки у тебя телефон должен быть в сети но при этом все он должен быть включен проводом кстати говоря в этом случае господи реально вот из айтюнс он играет настолько хорошо господи блин ты зараза я вот я сейчас реально я уже говорил что я задумался о том что мне надо девайс который будет у меня айтюнс клиентом в моей системе адекватным и вот первый кандидат а ну еще чуть не забыл там смешная штука что вроде как там дофига значит этого компьютерного функционала и можно использовать ученики утилитарно исключительно его вот этот вот звуковой тракт достаточно продуманный а именно использовать его как а юсб развязку то есть ты вот эту штуку ставишь между компом и цапом до соединяя их соответственно по юсб друг с дружкой то есть получается что она работает как реклокер ну и такая типа развязка по шумам там гальваническая вряд ли но тем не менее слышно слышно так что тоже работает если вы готовы за очиститель юсб отдать 60000 вот он вот и в общем я вам все рассказал о том как это работает и могу по итогу сказать что слушайте 60000 за вот этот вот размер вот невозможно поверить но это работает то есть это хрень по звуку абсолютно точно стоит своих денег ну и учитывая что если например в ситуации когда вам полноразмерный компонент не нужен все полный огонь а я прикиньте ребята значит ему еще замутить линейный блок питания вместо адаптера сетевого через который он питается а ethernet запустить через тот самый 3000 евровый аудиофильский свитч а вот это будет пордуха